Добрый день, меня зовут Миряна Вергара, и я обучалась в Центре Парамита три года. Пришла я сюда еще в девятом классе, когда я практически абсолютно не знала биологию. Моим первым преподавателем был Пашнин Евгений Вячеславович. Этот человек привил мне любовь к биологии, в принципе. Уже обучившись три года, хочу сказать, что в целом каждый преподаватель заставляет полюбить его предмет. То есть не заставляет, то ты как бы сам уже готов любить этот предмет, тебе очень нравится. Мне здесь обучаться было лишь удовольствие, и на самом деле каждый преподаватель является наставником с большой буквы. Это человек, с которым всегда можно поговорить об учебе, либо не об учебе, если какие-то проблемы, сложности, трудности. Человек тебя всегда поддержит. Человек, который всегда готов к диалогу. В десятом классе я также продолжала заниматься, и в одиннадцатом тоже. Собственно говоря, после девятого класса я смогла поступить в медицинский сеченовский предуниверсарий, в школу с углубленным излучением биологии и химии. До этого я обучалась в общеобразовательной школе, где с биологией были большие проблемы. Преподаватель, думаю, сам не особо разбирался. Но благодаря парамите у меня все-таки получилось поступить туда, куда я хотела. В десятом классе я продолжала обучение, и в десятом классе у меня появились первые победы. До сих пор помню, как я стала победителем сеченовской олимпиады по биологии. Это была моя большая радость, потому что это первая настоящая победа в перечневой олимпиаде. В одиннадцатом классе я старалась готовиться к ЕГЭ, но все-таки больше времени уделяла олимпиадам, потому что я попала в олимпиадную группу к Василию Николаевичу Врагожину. Получилось так, что год вышел плодотворным, я успела написать научную работу. Центр парамита мне в этом также помог, чему я очень рада, потому что в десятом классе, к сожалению, в какую-либо конференцию мне не удалось покорить. Я выступила очень плохо. В одиннадцатом классе я это исправила. Также в одиннадцатом классе я смогла поучаствовать в олимпиадах первого уровня, второго и третьего, и везде у меня призовые места. Либо призер, либо победитель. Я стала призером Ломоносовской олимпиады, призером олимпиады ПВГ по Кариво-Рабьеву горы, стала победителем Сеченовской олимпиады по биологии. Также смогла стать победителем Всесибирской открытой олимпиады школьников. Выступила на региональном этапе Всероссийской олимпиады с результатом призер. Вроде все. ЕГЭ я сдала по биологии на девяносто шесть баллов. Считаю это достойным результатом, потому что все-таки больше занималась углубленной олимпиадной биологией, после которой ЕГЭ был немножко труден, ввиду того, что там часто бывают какие-либо ошибки. Но, тем не менее, к концу года я смогла, опять же, натренировать свою руку на ЕГЭ конкретно, и у меня все получилось. Химию я сдала на девяносто восемь баллов. Я занималась в парамите дополнительными курсами, которые как раз-таки были предназначены для подготовки к ЕГЭ. То есть это были консультации по химии в основном. Я сдала химию на девяносто восемь баллов, и русский язык сдала на восемьдесят девять. По итогам у меня было при поступлении плюс десять индивидуальных достижений за медаль и еще за Сеченовскую олимпиаду по биологии. И также у меня было округление по химии и по биологии тоже благодаря олимпиадам. В итоге я поступила в университет с баллом двести девяносто девять. Я поступила в первый МГМУ имени Сеченова на лечебное дело, куда изначально и хотела. И на самом деле хочется сердечно поблагодарить центр Парамита. Я советую его всем своим знакомым, которые еще учатся, и когда училась, тоже говорила об этом центре. Потому что это по-настоящему место, которое стало для меня вторым домом. И я очень трепетно отношусь к этому центру до сих пор. И надеюсь, что буду поддерживать связь с этим центром и дальше. Мне всегда нравилось то, что теория подкрепляется практикой. Это мало того, что ее дополнительный интерес, так еще прекращаешь бояться что-либо делать руками. Поскольку на моих олимпиадах есть практические туры, это очень важно, я считаю. Мы проводили много биохимических реакций, которые впоследствии попались, например, на региональном этапе в одиннадцатом классе. На практике. Мне всегда нравилось препарировать мышей. Не то, чтобы я... Мне не жалко мышей, но тем не менее это очень интересно. И почему-то всегда помогает вспомнить не столько зоологию, сколько анатомию. И для меня это всегда было очень интересно, поскольку изначально я хотела пойти на врача. Мне нравится то, что когда объясняют биологию, подключают такие же науки, ну еще науки, как химия и физика. То есть идет такое междисциплинарное образование, что очень важно. Что также очень ценится в МГУ, насколько я знаю. Мне очень понравилось то, что мы углублялись в молекулярную биологию, в раздел генетики. Все это основа молекулярной биологии давала шанс двигаться дальше. И это очень помогало. То есть это такой прочный, надежный фундамент, который также развивает хорошо логику, как мне кажется. Мне очень нравилась зоология в центре, поскольку зоологии на Олимпиадах много. И мы очень подробно это все проходили. И открывалось много неожиданных фактов. Это все было очень интересно. У преподавателя горели глаза, и это также очень помогало на самом деле. Потому что если преподавателю интересно то, что он дает, то это будет интересно и ученикам. Мне нравилось то, что не забывали паразитологию. Поскольку это предмет, который мне всегда нравился. Хорошо, что углубились в ботанику. Потому что на самом деле ботаника это тот раздел биологии, с которым у меня всегда были проблемы. Мне он не нравился. Однако мы смогли рассмотреть ботанику со многих сторон. И я действительно нашла там вещи, в которые я влюбилась по-настоящему. Потому что, например, генетика тоже, оказывается, могла, честно, переплестись с ботаникой. А конкретно с образованием цветов. И я не знаю, я почему-то до сих пор это помню. Мне это очень нравится. Вот. Также была анатомия. Но, к сожалению, анатомия мало встречается на Олимпиадах. Я думаю, что это мне больше поможет в УЗИ. Как-то так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok